Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе, все люди на земле, все, кто попал на это видео, на мой канал, на мой сайт. Всем желаю радости, веселья, счастья, блага, любви, добра, мира, терпения в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во все сферы жизни вашей, чтобы все у вас было хорошо. У нас сегодня такой интересный будет ролик, я его назвал Матрица, даже не знаю точно, как его будет, так скажем, название полноценное, как я его назову. На значке написано Матрица, хотя вы знаете, сегодня мы будем говорить, у всех Матрица ассоциируется с фильмом, Матрица, но говорить, кстати, удивительно мы будем не о нем, но просто тот посыл, который был в Матрице об искусственном интеллекте, захватившем человечество, мы будем говорить. Но как раз сегодняшний ролик будет посвящен фильму Терминатор, в частности, фильму Терминатор 2. Поговорю, я сегодня много, короткий ролик, вы знаете, я писать не умею, я уверен, что я вам открою некоторые вещи, так скажем, или дам некоторую такую пищу для размышления, о которой вы никогда не задумывались, ну или не хотели задумываться, или, как всегда, мы очень часто, нам все подают зачастую в какой-то либо сером виде, либо черном вообще, все плохо, все ужасно. Вы знаете, люди не пытаются посмотреть на какие-то вещи более масштабно, ну, к сожалению, это происходит по разным вещам. Это и какие-то, знаете, внутренние страхи, зомбирование, это и религиозный бред, окутавший всю планету, это и общее мироздание, мнение мира, да, это и мнение мира, лежащего возле, это и людей недалеких мнения, либо, наоборот, чересчур мудростующих. Конечно, много разных причин. Сегодняшний ролик будет непонятен до конца тем, кто не смотрел моего предыдущего ролика, кто последовательно на моем канале смотрит. Я есмь, Бога нет, я есмь, первый и последний. Я всем рекомендую его посмотреть. Все они доступны на моем авторском христианском канале Христолюб или Голосы пьющего в пустыню. Здесь у меня все разделено по плейлистам, тоже все проповеди. Вот этот ролик, я есмь, Бога нет, я есмь, начало и конец вы найдете в плейлисте Бог, Иисус Христос, Человек, Мир, Зло. А сегодняшний ролик я помещу, есть у меня плейлист «Последнее время» или «Апокалипсис», «Антихрист», «Три шестерки», «Конец света» и подобные названия. Там вы его найдете. Ну, сегодня все-таки я говорю, хоть я взял за основание, вы знаете, это по большей части, я говорю, ассоциация у людей, поэтому я взял за основание, так скажем, такое название «Матрица». Но говорить мы будем в общем. Я буду говорить, вы будете слушать, если хотите, пишите ваши комментарии, тогда у нас получится даже некое подобие, жалкое, конечно, подобие диалога. Я не против и беседы на разные темы проводить, кто меня знает. Можете всегда со мной связываться, общаться. Или мы можем это делать, так скажем, в тайной комнате, можем это публично потом выложить. Это по вашему желанию. И сегодня мы будем говорить в общем об искусственном интеллекте. Я вам даже какую-то конкретную картинку он не стал ставить. Просто достаточно в поисковой системе ввести искусственный интеллект. Много разных интересных картинок, естественно, всплывет. О нем мы сегодня именно поговорим. Мы поговорим обо всем. О Боге, о человеке, о творении, о рождении, о сущности Бога, бытия, людей, мира, природы. Все мы сегодня тоже затронем, как я это люблю, поговорим с вами. Вы знаете, я даже не знаю, как правильно выстроить до конца свое сегодняшнее видео. Ну, наверное, все-таки начну с... Кто знаком, есть такое произведение Булгакова, Михаила Булгакова «Собачье сердце». В этом рассказе есть экранизация. Это, в принципе, фотография экранизированного, так скажем, подачи, да, то есть с фильма. Я напомню, позволю себе напомнить, сегодня суть этого тоже, этого рассказа и того снятого фильма. То есть некий профессор, ученый, генетики, человеческой инженерии, вот это, да, из отличного своего хорошего пса. Ой, честно, я уже не помню, или он его подобрал где-то, не суть важная. Я не помню, был ли он болен или абсолютно здоров, но неважно. Как сам сказал профессор, это был отличный пес. Вот, и так как он занимался всем этим, у него был помощник некий там тоже, да. Кто помнит, тот помнит, кто нет, я просто расскажу. К сожалению, в современном мире из-за всеобщих там всяких авторских прахов невозможно даже кусочки вставлять фрагменты в каких-то из фильмов, поэтому я вынужден рассказывать, но, может быть, так будет и лучше, да. Ну, кто захочет, кстати, к этому ролику, я приглашаю всех присоединиться ко мне в друзьях в социальных сетях, подписаться на мой телеграм-канал, где я параллельно, вот я обязательно к этому ролику добавлю и вот этот фрагмент из «Собачьего сердца», чтобы вы просто посмотрели, кто никогда. Все-таки там интонации, живые актеры. И я сделал такую нарезку фильма «Терминатор 2», вырезав там все эти ненужные моменты. Она полчасовая получилась, тоже буду рекомендовать всем посмотреть, чтобы мысли в этом моем ролике были более так насыщены. Вот этот профессор из этой собаки делает человека. И этот человек становится, как они сами скажут, полной скотиной и негодяем. Сам этот профессор, и когда они будут беседовать со своим помощником и возмущаться от того, что этот Шариков, как его потом назвали, ну, от слова «шарик», от клички «собаки», этот Шариков, Клим, Клима, Чугункин, стал просто последним негодяем, что они сами его хотели даже уже убить и умертвить, да? Потому что я говорю, стал он там, ну, это надо все смотреть, да? Все продать, все разделить, как они сами говорили. И кто, кто, полный негодяй и мразь стал, да? Я всем рекомендую и целиком посмотреть. Ну, кто хочет, любит читать, можно почитать, можно экранизацию посмотреть. Еще в советской постановке. Вот, я думаю, что не пожалеете. И вот я хочу вам напомнить лишь, кому напомнить, кому зачитать, ту фразу, которую сказал этот профессор. «Объясните мне, пожалуйста», он говорит своему помощнику, «зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба, женщина, может родить его, когда угодно?» Ну, он начинает возражать, там, профессор, а он говорит, не спорьте, не возражайте. Теоретически это интересно. Физиологи будут в восторге. Москва объяснуется. Ну, а практически? Практически получился Шариков, хам и свинья. Я заботился совсем о другом. Об Евгенике, об улучшении человеческой природы. А что получил? Передо мной тупая безнадежность. Этот профессор Преображенский говорит, о чем он говорит? Вы знаете, великие такие слова, они у меня всегда заседают в голове. Он говорит, что, что я, я хотел, конечно же, улучшить человеческую природу. Этот мир лежит во зле. Мы обличены с вами в страдательное тело, хотя которое получает и удовольствие. То есть оно получает и удовольствие, и испытывает боль. И цель погибающего мира, мира, лежащего во зле, избавить себя от этих страданий, несмотря на то, что тело смертно. Ну, если возможно, и сделать его бессмертным. Но при этом Преображенский, этот профессор, задается вопросом. И очень хорошим вопросом. Он говорит, зачем фабриковать, фабрика от слова фабрика, фабриковать, ну, то есть делать человека искусственно, когда любая баба, он так сказал, я его словами выражаюсь, ну, любая женщина, да, может родить его в любой момент. Но опять же, слово «любой момент», вы понимаете, иносказательное такое, да, не каждая может в оконцовке на этой земле, да, и это не так бывает даже просто, плюс этого, не в любой момент, когда она захотела, это происходит, да. Но мы смысл понимаем, это, конечно же, образные символичные слова. То есть действительно, любая женщина, Бог так дал, может родить себе подобного человека. Зачем фабриковать? Вы знаете, можно было бы упереться в эти слова и сказать, какой профессор преображенский гений, хотя сам он это сделал. И вы знаете, он не зря так говорит, для чего мы это делаем. Это интересно. Как он еще рассказал, давайте посмотрим. Он говорит, что это теоретически, это интересно. То есть первое, это интерес, любопытство, от которого, кстати, человек тоже испытывает радость. Мы что-то творим, мы что-то делаем, что-то улучшаем. К чему весь этот прогресс, к чему человек что-то делает? Он испытывает радость. Не зря Господь еще, как мы читаем в первой книге Библии, Писании Ветхого Завета, Бытие, что Бог еще в раю человеку заповедовал, что возделывать и хранить его. То есть само вот это возделывание, сама жизнь человека, его творчество, оно само по себе приносит ему радость и наслаждение. Прежде всего наслаждение, отсюда и радость, удовольствие. Он переживает наслаждение, радость, удовольствие, получает от этого радость, становится счастливым. Он говорит, это, конечно же, интересно, но по сути можно и другому сказать, или еще добавить слова, расширить слова профессора, этого Преображенского, что это, я говорю, да, это интересно, это радостно, это весело, это здорово, потому что веселье, это тоже свойство радости, блаженства, и счастья, и удовольствия. Да, мы смеемся, мы веселим друг друга. Веселье, это хорошо. Физиологи, говорят, в восторге, то есть люди, которые такие же единомышленники, тоже люди радуются, когда у другого что-то получается, пусть у него это не получилось. Да, Москва беснуется, но тут он, конечно, хорошо сказал, то есть, ну, всем это в радость, то есть, казалось бы, ради чего это? Ну, ради того же самого получения удовольствия, и это нормально, потому что человек и есть удовольствие, Бог благ, Бог это блаженство, бытие, это счастье, это радость, это удовольствие, это наслаждение. И вы знаете, конечно, можно было бы посмотреть однобок и сказать, да, 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 какой он молодец, все, надо все разрушить, все науку, все эти исследования, все эти, кто знает меня, я сам все время говорю, что в теории вся наука, по сути, абсурдна, потому что мироздание, это мысли Бога. Но вы знаете, тут мы сталкиваемся с такой парадигмой, антиномией, которую мы сегодня с вами рассмотрим, и я говорю, без которой особенно сегодняшнее видео не будет понятно тем, кто не смотрел прошлого ролика. Вы знаете, между творением и рождением есть разница. Вот творение, это вот рождение, давайте с него начнем, это область невидимого. Вот это слово, оно описывает невидимый мир, о чем мы с вами говорили в предыдущем ролике, то есть мир поделен на два мира, видимый и невидимый, есть лишь грань между видимым и невидимым миром. И вот это слово, само рождение, как говорят, рождение свыше, рождение внутреннего человека, это все к области невидимого, а творение, это все к области видимого относится. И вы знаете, между этими словами есть огромная разница. Почему Бог не рожает, мир отворит? Вы не задумывались об этом? Мы сегодня ответим на этот вопрос. Поэтому мы еще, я говорю, я надеюсь, я правильно начал, потому что хочу разные мысли, конечно, можно было, знаете, как краски набросать на картину, а вы там сами смуглите, что хотите, да? Но мне хочется вам именно нарисовать картину, поэтому я всегда стараюсь подобрать как-то последовательность этих мыслей, чтобы все-таки та картина, которую я и хочу показать, которая у меня есть в голове, ну, вы знаете, она есть в голове, выразить ее бывает не очень просто, да? Я вот прибегаю к всяким средствам, чтобы это сделать. Я сегодня хотел бы поговорить с вами о фильме Терминатор 2. Вы знаете, несмотря, понятно, все там жестокости, убийства, то же самое, которые любой, любой практически сейчас фильм сопровождает, от них никуда не денешься, мне это, естественно, все не нравится уже давно, а вы знаете, фильм достаточно глубокий. Я вот ту нарезку, которую сделал, к сожалению, я говорю, нельзя ее не показать, ничего, но чтобы тысячу фотографий не нарезать, я просто открыл само видео и именно пролистывая я хотел бы с вами немножко поговорить и даже, можно сказать, прокомментировать или нарисовать вам этот фильм, да? С чего он начинается, да? Начинается он с того, кто смотрел первую часть, то есть вообще замысел, причем уже не трилогия, а даже уже сколько, шесть говорят, я не смотрел последней части, вот эти все серии смотрел давно-давно в юности, но недавно вот специально пересмотрел несколько раз именно второго терминатора. Суть в чем? Люди достигают такого развития технологий, что они создают искусственный интеллект и этот искусственный интеллект в один прекрасный момент берет управление на себя. Чем? Помимо искусственного интеллекта у него уже был фундамент, почва. Это мир техники, робототехники, терминаторов, как хотите, киборгов. Это разные слова, просто непереводимые в основном с английского языка. По-нашему робот, по-русски, киборг, терминатор. То есть электронный мир. Мир техники, мир роботов. И этих роботов якобы наделяют разум. То есть создают интеллект, ум, который может мыслить. И якобы этот интеллект естественно встает во главе всех роботов, всей робототехники. И что начинает? В чем смысл терминатора 2? Вы знаете, он отличается от матрицы. Почему я говорю? Я даже еще не знаю, может быть все-таки значок я поменяю немножко. Пока точно не уверена, если честно. Хотя я очень близкий. Ну вот кто помнит смысл матрицы, там люди не уничтожались. Люди как бы являлись батареечками или источником жизни этой матрицы. Там тоже есть в этом получается глубокий смысл. Но в терминаторе не так. В терминаторе так, что действительно эти роботы, у которых грубо говоря железный скелет плоти им нужна, не нужна была это уже отдельный вопрос. Сам факт, что вот эта SkyNet она там называлась, то есть президент можно сказать этих роботов, сама она по сути это просто компьютер, она не нуждается ни в пище, ни в чем. Она тупо восстает, он интеллект и цель у него одна, просто уничтожить человечество. Мы сегодня затронем две темы. Вот это уничтожение полностью человечества, почему мы будем говорить сегодня о фильме Терминатор 2 как для примера, и конечно же вот этот почему я просто закончу, что его невозможно и чего второе боятся основная масса людей. Вот начнем с этого полного уничтожения человечества восставшими машинами. Суть фильма все-таки я хочу вам рассказать, устраивайтесь поудобнее, я люблю длинные ролики писать. То есть мы видим, что когда это восстание машин происходит, вот некоторый Джон Коннор, уже взрослый мужчина, там 45 лет, захватывает так скажем одну машину, естественно люди же их создали, уже дошли до того, что открыли двери в прошлые миры, так скажем в прошлое, и Скайна этот искусственный интеллект посылает в прошлое терминатора для кого? Для уничтожения матери Сары Коннор, кто помнит, да? Люди в это же время обладают теми же самыми технологиями, да? И они тоже посылают в это же время кого? Просто воина. Этот воин уничтожает они вместе с Сарой, там бегают от него, кто помнит, да? Все-таки они этого терминатора под прессом там расплющили. Этот воин занялся, влюбился в Сару Коннор, они одну ночь провели вместе, у них родился вот этот вот Джон Коннор. Сейчас не будем вообще вот этом, чтобы голову себе не сломать, как мог родиться тот, кого еще не посылали, будущее, прошлое, сейчас вообще о правильных мирах сегодня говорить не будем, да? Я вам пересказываю сюжет. Тему прошлого, будущего, вечности, времени я касаюсь всегда тоже отдельно как бы поразмышлять. Вот, сегодня мы здесь не будем касаться. Сам Джон потом в этом терминаторе 2, когда маленький Джон, разговаривая с терминатором, играет которого знаменитый Арнольд Шварценеггер, будет все, вот как я вам сейчас пересказывал, говорить с Арнольдом, с терминатором, с киборгом, и говорит, от этого можно свихнуться, что типа мой отец еще не родился, вот, и так далее. Но он же защищал мать, и в будущем я его увижу, такой покачал головой, сколько там по фильму ему лет получается там 12, может я не знаю, 13, где-то так этому мальчику. Они убивают, они уничтожают этого терминатора, все, куда тот пропадает, я не помню, воин, что-то я в первой фильме смотрел, но там, по-моему, не написано. Вторая часть начинается тем уже, что опять в прошлое, так как будущее, можно сказать, не изменилось, посылается опять уже новый киберк из жидкого металла, SkyNet, искусственным интеллектом, и уже люди посылают перепрограммированного, уже его же опять же играет Арнольд Шварценеггер, такого же терминатора, да, посылают в прошлое, чтобы защитить уже, и уже нацелены не на мать, а уже посылают чуть позже, когда уже Джон Коннор родился, этому мальчику в 12-13 лет, и вот чтобы этот киберк из жидкого металла убил его, а сам Джон Коннор посылает в прошлое, в свои 13 лет, вот этого перепрограммированного киборга, который становится на стороне людей, по сути, обычная машина, чтобы он защитил, да, уничтожил этого Т-1000 терминатора, киборга-робота, и защитил самого себя, можно сказать, да, себя в детстве. Вот о чем второй терминатор. Я хотел бы просто обратить на некоторые вещи внимание. Когда мы видим там первую ихнюю погоню, да, и они встречаются, Джон Коннор с Арнольдом Шварценеггером, с Киборгом, с терминатором 2, он, конечно, в шоке от этого всего, терминатор ему все рассказывает, он, естественно, понимает, что все, что мать ему рассказывала, это правда, она, естественно, рассказывала, как она, потому что судный день должен быть, да, судным днем и называется по терминатору, так скажем, это тот день, когда вот это SkyNet, искусственный интеллект и захватил мир и была атомная война, потому что она поссорила людей, по-моему, там бросила американские ракеты на Россию, Россия в ответ, началась атомная ядерная война, людей так было множество уничтожено, еще она берет верх, это и называется судным днем. Сара Коннор пытается всех в этом убедить, никто ей не верит, ее в оконцовке закрывают психушки, Джон живет у приемных родителей, мальчик этот, и вот те события, что они являются сюда, да, они разговаривают, Джон все принимает, он видит, была перед этим, я вырезал все эти основные такие жестокие сцены, собрал, всем рекомендую посмотреть вот 30 минут, то как я их собрал, чтобы уловить вот эту мыс, к сожалению, мы вместе с вами не можем, я надеюсь, за эти картинки на экране никаких авторских прав не будет, но уж тем более, если включить видеоряд со звуком, то ролик просто заблокирует, вот, когда он видит, что терминатор его защитил, при первой встрече, когда его чуть не настиг, тот из жидкого металла Т-1000, вот этот Т-100, по-моему, терминатор, он его защищает, он видит, что он не мог его убить, тот же в него стрелял и так далее, конечно же, он верит в него, он его щупает, видит, что он не испытывает боли и так далее, дальше они оказываются на некой площадке за двором, там, да, они беседуют, и терминатор чуть не убивает случайных, ну, они с терминатором немножко ссорятся, вы знаете, там Джон Коннор сказал очень хорошую вещь, когда за него идут такие двое ребят заступаться, когда они немножко, ну, Джон просит вызволить его мать из психушки, терминатор ему говорит, что это не в рамках его миссии защищать его, туда опасно идти, потому что Т-1000, может, естественно, туда тоже по аналогии пойдет, и они сами на него нарвутся, да, Джон пытается от него вырваться, он его держит, но потом оказывается, что у него в программе заложено слушаться Джона, да, потому что Джон в 45 лет ему это заложил, чтобы он слушался именно его 13-летнего, вот, хотя, но он должен сказать волшебное слово, я приказываю тебе это исполнить, а когда он его просил, он как бы не понимал это, то есть он как будто с ним советовался, но когда он пытался от него вырваться, кричать, пришли там двое ребят, Джон, когда понял, что он слушается, он говорит, ну-ка наваляем, ну, еще ребенок, да, терминатор его взял за волосы, там, да, причинил ему боль, но он потом достает пистолет и стреляет, и Джон только успевает его оттолкнуть, и он стреляет мимо, и он ему говорит, ты что, зачем ты убиваешь человека, и, вы знаете, терминатор говорит такие удивительные слова, а почему нельзя, Джон ему говорит, нельзя этого делать, нельзя просто так убивать человека, он говорит, почему, он говорит, ну, нельзя и все, он опять, почему, вы знаете, удивительный момент, мне это напоминает, когда я общаюсь с людьми, и говорю нельзя убивать беззащитных животных мне почему вот как этот робот я вну нельзя это боль это страдание это жизнь почему написано почему вот это такая же дурость да естественно когда джон коннор все это понимает что она услуга это я приказываю тебе помочь мне вызволить мою мать мать как раз это время совершает побег и они в это же время попадают в эту же больницу да она когда видит выходящего терминатора в том же обличье она в шоке конечно думает все он пришел ее убивать убегает уже от нее там целые эпопеи но в оконцовке они до нее доходят сына и и говорит это он нас защищает на них идет этот т-1000 в общем они от него убегают да они едут в машине они от него скрываются до терминатор за рулем ночью все видит они едут вы знаете когда мама конора говорит что ему нельзя было так рисковать и это делает джон начинает плакать у него намокают глаза и он начинает но слезятся потому что мать говорит ты не должен был я сама себе побеспокоить ты не должен был ты слишком важен тебе не надо было приходить в больницу естественно у него это вызывает слезы на него смотрят терминатор в зеркало заднего вида и спрашивает почему что с твоими глазами он как ничего он как ничего и отворачивается джон конор плакал до в этот момент я жалко вот он он вот ну и все на этом останавливается дальше они приезжают в некий ну заброшенный гараж то мастерскую подлатывать ножка сару потому что ты тысячи и мечом так скажем своим острием этим поранил потом они вытаскивают все пули из терминатора вы знаете джон конор этот 13 летний мальчик оказывается очень умным он начинает расспрашивать до терминатор отвечает на все вопросы которым задают что это за система как это все случилось я сейчас по памяти говорю там очень интересно я всем рекомендую вот эту мою нарезку чтобы не смотреть весь фильм именно посмотреть хотя она получилась тоже не маленькая вот но вы уловите все то что я говорил если хотите можете остановить этот ролик и сначала я говорю посмотреть и про профессора преображенскому там пару минут я просто этот кусочек вырезала и вот эту вот 30 минут на я уверен вы немножко по-другому на многие вещи посмотрите и он его спрашивает вот как работает sky net и кто вы такие как вы вы что думаете что вы делаете он начинает может давать такие знаете простые понятные вопросы и он ему говорит а ты можешь быть более человечным там даже не так вы знаете он ему говорит ты вот sky net он говорит у вас есть программа ты можешь анализировать эти мысли вот вы знаете сейчас пересмотрел этот кусочек чтобы более точно рассказать и жалко на ю тубе нельзя вот эти подкасты делать до когда-то никого не форчнишь ничего действительно хочешь просто воспользоваться полезной информацией и джон спрашивает его я говорю я может быть для телеграма специально сделаю все таки такой подкаст в будущем так что всех приглашаю на подписаться на мой канал в телеграме там я буду такие ролики может быть выкладывать потому что мысли очень глубокие найти есть пища для размышления джон его спрашивает а вот ты сколько вы живете ну сколько вы существуете он говорит да он как ну запрограммировано 120 лет он горит а ты способен к самообучению искусственный интеллект к саморазвитию он горит в нас есть cpu как-то он сказал там сама программирующие сама анализирующие что-то такое устройство огонь но sky net в нас есть это кто смотрел мой прошлый ролик тут поймет о чем сейчас говорю это вот то что я вам рассказывал а вот этом я вот этом анализаторе этот кто выбирает анализатор терминатор арнольд швастеггер так и сказал как-то cpu сама я уже забыл вот видите опять я сказал и забыл надо было либо текстом эти все видео моменты фиксировать чтобы я мог их читать вот еще раз я прослушал самообучающая система вот это есть и я который анализирую и делаю вывод делаю выбор свободный выбор проанализировав поступившую в меня информацию через те дела которые я сделал и отразившиеся на мне болью или наслаждением вы помните о том о чем я прошлом ролике говорил и когда я терминатор об этом рассказывать как вы думаете какой вопрос у джона конора у 13-летнего мальчика очень интересные а мы можем запустить эту систему терминатор гирь но sky над ее запускает только когда вот отправляет нас на такие миссии потому что здесь им никто в прошлом sky над не имеет доступа она отправила его в прошлое она не может его контролировать да вот сюда чтобы он понимал куда бежать как что делать того же самого терминатора т-1000 играть sky над запускает этот цп у самообучающий процессор он в них есть это знаете очень похоже на дыхание жизни помните как мы с вами рассматривали кто смотрел мои мои ролики кто нет рекомендую все в этом же плейлисте бог человек иисус христос вы все найдете особенно мой последний ролик который на день выхода этого ролика о сотворении человека вот это вот вдыхание жизни в человека вам ничего не напоминает когда бог вдунул свое дыхание в человеке если она запускает в нем самообучающий процессор вот это и есть когда бог нам дает себя мы 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 сам обучать процессор мы по мы анализируем информацию причем после посредством от простого алгоритма боль плохо удовольствие хорошо все кто мой ролик про смотрел тот понимает о чем я сейчас говорю боль я получил плохо наслаждение хорошо это добро все вот весь самообучающий процессор яд его я это анализирует информацию и я свободно выбираю что мне делать получать удовольствие или боль соответственно творить добро или зло что спрашивает джон коннор у терминатора а мы можем его запустить мы можем внимательно я эти слова не просто так говорю я эти все мысли тяну как видите от начала до конца роликов он говорит а мы можем его запустить мы люди я могу запустить с вот для чего это профессор преображенский я могу вдохнуть в тебя дыхание жизни сейчас буду разные слова выбирать библейские там все вместе вам параллели проводить я могу запустить в тебе этот самообучающий процессор я не так оба на него знаете голову поворачивает вы знаете очень глубокий момент знаете что они делают они запускают его терминатор показываешь не в голове есть какой-то там отверстие они это отрезают тут кожу раскручивать достает этот чип ну и как ты вот там активирует до с этого момента терминатор становится обучающим а кстати сара коннор сказала что когда он сказал но sky над запускает это только когда нас отправляет на эту миссию что sky над не хочет чтобы вы думали много думали он говорит да ну понятно это же фильм люди тоже делаю но заметьте мы сделаем те же сам терминатор кажется что-то в их разговоре необычно другой стороны все обычно то все что есть все обычно все что нас окружает да давайте дальше они запускают этот процессор они уже в пустыне там выбирают на складах оружие свое и вот они как раз ремонтируют старый грузовик опять они плачут там да ну сейчас я посмотрю и вам скажу вот когда они лежат под этим грузовиком и ремонтируют ну да вот то что я вам рассказывал он говорит об этом что-то вспоминает об отце что да как с ума сойти я и отец мышь не родился но я его увижу да и он был в прошлом говорит о саре коннора матери что она плачет часто вспоминая отца до того воина и из будущего и терминатор поворачивается к нему заметьте цепочку тогда он увидел прослезившиеся глаза джона и спросил что у тебя с глазами он узнал что они плачут до часа когда они лежат под грузовиком под этим он спрашивает почему вы плачете люди он отвечает что ну не знаю просто плачем но потом говорит ну плачем потому что испытываем боль ну кстати мы плачем иногда когда испытываем радость да то есть чувство это лишь слезы лишь опять физическое проявление это уже реакция да но действительно мы плачем потому что как угодно потому что нам больно да ну или бывает наоборот радость то есть опять сейчас суть неважно это уже слеза он почему вы так делаете вы потому что мы получили либо больно я дополню либо радость до дальше терминатор заводит этот трак этот грузовик и он играть да ты молодец ты его починил дай мне 5 начинает с ним как говорится вот вести себя по-человечески терминатор не понимает он его обучает получается да да опять стоит они смотрят как дать 5 ну ты руку протяни но вы тянет он бац бац там давай играются потом он убирает подшучивает над ним да и вот это все видит сара коннор она это видит как они так скажем играются да она на все это смотрит как они это делают и вы знаете она говорит такую фразу вот я ее тут же тоже пометил я вам еще сейчас уже будет проще я вам ее зачитаю я смотрела как джон играл с роботом и я поняла ну он ей рассказывал кстати когда они лежали под траком под этим грузовиком что типа у мамы было много потом мужчин да все из них были козлами но один был ничё но мама сама всеми этими рассказами о будущей его оттолкнула вот и так далее и вот сара смотрит на их не общение как можно сказать отца сыном и и говорит я смотрела как джон играл с роботом я поняла что терминатор никогда не остановится он никогда не покинет его никогда не сделает ему больно никогда не закричит на него не напьется не ударит его и не скажет я слишком занят у меня нет времени на тебя он всегда будет рядом и он умрет чтобы защитить его из всех отцов когда-либо рождавшихся на земле этот робот был единственным достойным кандидатом на это место в нашем безумном мире и это был бы самый разумный выбор вы знаете как хотите понимаете эту фразу да но она достаточно глубокая вам скажу это к тому что мы сегодня с вами будем рассматривать все ли так плохо когда мы думаем об искусственном интеллекте и вообще о том что мы творим сразу не делайте выводы о том что я буду говорить все дослушайте до конца но она действительно говорит неплохие вещи вот мы люди подлые злые вруны и обидчивы и так далее да она такие глубокие фразы говорит меня за сердце цепляет вот иногда вы знаете может быть с таким терминатором лучше находиться рядом чем порой с каким-нибудь человеком я думаю что вы со мной согласитесь он никогда не обманет он никогда не предаст вся его миссия это ты для многих ли родители дети их не центр жизни не друзья кто-то еще любой близкий муж жена да она перечисляет как прям в евангелии чего он не сделает и чего он наоборот сделает он даже жизнь отдаст за него да вы сейчас скажете эта машина пока мы на нее смотрим как на машину и если он ничего не испытывает да это лишь электронные импульсы да он что-то делает автоматически ему сказано он идет он защищает он не понимает он не из чуть не испытывает боли соответственно не знаю что добро и слу он просто делает как я в прошлой ролике говорил вот именно он просто машина он просто делает он не добр не зол он не понимает что это такое но вы знаете он же это делает а вот с кем мне лучше быть с машиной которая делает все хорошо что в нее вложили или с человеком который делает зло это я пока просто накидываю вывода я буду делать чуть позже просто задумайтесь над этим словами слова очень глубокие вы знаете что лучше настоящий человек отец который пьет бьет прогуливает ездит на горбу унижает оскорбляет или такая вот робот домохозяйка которая любит заботиться кормит поет защищает задуматься об этом стоит дальше они там едут уничтожать эту я все пропустил когда они сам ну кто знает там по фильму они уничтожают весь ну те 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 наработки едет к тому главному ученому который все это делал берут его хотел сара его убить потом не стал убивать они уничтожают все там эти все что было диски всякие наработки чтобы как-то отсрочить этот судный день до когда будет то есть хоть как-то притормознуть развитие технологии до искусственного интеллекта и отодвинуть судный день понятно что это произойдет в конце они борются так скажем с этим терминатором т-1000 оказывается на заводе где плавит металл и этого терминатора т-1000 уничтожает он сваливается в эту раскаленную печку до ванну с жидким металлом там естественно полностью уничтожается и вы знаете тут происходит удивительные события они бросают ну кто помнит вот именно от первого этого терминатора в первом фильме остался его же его же они раздавили под прессом и так скажем ушли оттуда и государство все это естественно взял и на основании этой тогда там осталась рука этого железного человека терминатора и чип вот этот наполовину сломанный который как раз в голове который они активировали именно благодаря ему тоже эти технологии пошли развиваться как говорится они были вот в этом центре развития так скажем технологии они именно там мир все уничтожили забрали этот чип чтобы его вот куда-нибудь сжечь эту руку такую ну ну кто помнит по фильму да там часть такой железной руки вот естественно здесь когда они уничтожили этого т-1000 они в эту же лаву бросают эту руку так назовем до железную этот чип выбрасывают и говорят ну все закончилось терминатор которому они запустили самообучающий процессор я уже даже запомнил они говорят он говорит им нет еще не все не закончено остался еще один чип и показывает на свою голову он говорит что это должно быть уничтожено смотрите он не делает никакого зла во первых он запрограммирован на добро это раз именно людьми да он не делает никакого зла более того при запущенном самообучающим процессоре он и дальше продолжает делать добро джон ну сара принимает это более жестко да спокойно так скажем соглашаясь джон как ребенок царство небесное состоит из детей он говорит нет нет не надо этого делать все будет нормально он не хочет его смерти он не хочет уничтожение этого терминатора этого робота он хочет чтобы он стал человечным человеком но терминатор не преклонен и действительно в прямом смысле слова приносит себя в жертву да они обнимаются там с коннором и сара опускает его в эту расплавленную печь и он уничтожается сама сама ликвидируется действительно да ради человечества затем нам показана такая детская площадка уже повстаревшая сара сидит записывает на диктофон речь эту речь я тоже за текстил чтобы как раз можно было читать и я хочу вам ее прочитать по фильму вы сможете ее посмотреть что она пишет 28 августа 1997 года кстати судный день назначен был на 2029 год вы знаете фильм снимался в 90 по моему первом году сейчас 2019 по фильму осталось 10 лет вы знаете удивительно но все может быть не знаю не знаю она пишет 29 августа 1997 года я был кстати в десятом а в девятом закончил девятый класс в теории до в 99 закончил 11 наступила и канула в лето 29 августа 1997 года наступила и канула в лето ничего не произошло майклу джексону стукнуло 40 судный день не настал люди продолжают заниматься своими обычными делами смеялись жаловались смотрели телевизор любили мне хотелось броситься к ним обнять всех разом и сказать с этого дня каждый них вашей жизни подарок не упускайте его но вместо этого я напилась ну понятно стресс снять надо было это было 30 лет назад но мрачное будущее которое так и не наступило все еще со мной и будет со мною как обрывки дурного сна джон изменит этот мир джон уже повзрослевший играет со своей дочкой на этой детской площадке где сидит сара коннор на лавочке джон изменит этот мир как и было ему предсказано ну то есть в любом случае все это произойдет они лишь отсрочили это но на ратном поле нашей планеты его оружие на данный момент пока нет этой войны и здравый смысл и надежда к ней подбегает это внучка она завязывает просит завязать ей шнурок она это делает убегает и она опять смотрит и говорит я смотрю в будущее с надеждой потому что даже робот осознал цену человеческой жизни но дальше она говорит удивительные слова быть может и мы осознаем вы знаете ну не знаю мысли очень глубокие она горит робот осознал цену человеческой жизни то есть тот имя запущенный в нем вдунутое в него дыхание жизни самообучающий процессор дух который может анализировать и выбирать вот что такое человек это я это личность это моя свобода я анализирую и выбираю вот кто я такой на самом деле он этот терминатор осознал цену человеческой жизни как возможно возможно сама само слово ужасно как звучит с надежды казалось бы но ужасно возможно осознаем и мы я сейчас это говорю не к тому что произнести какие-то великие речи там о цене человеческой жизни так далее человек бессмертен вы знаете да все эти одежки которые мы из жизни в жизнь если реинкарнируем одеваемся или уже где-то там остаемся на на какое-то время это всего лишь одежды мы вечны и так по себе познавшие истину они уже не боятся переодеваний да для них это точно так же как подойти к шкафу игры открыть его одеть другое другое пальто в котором ты не ходил вчера да из-за плохой погоды надеваешь сегодня вот но действительно мысль глубокая ведь действительно вы знаете вы вдумайтесь то что если терминатор действительно осознал цену человеческой жизни то он принес себя он не сказал что это был приказ джона коннора сама ликвидироваться того джона коннора 45-летнего в будущем он сам это понял потому что когда с сара и джон сказали что все кончено выбросив уничтожив ту лабораторию уничтожив т-1000 терминатора уничтожив эту руку и этот чип еще от того первого терминатора посланного еще в первый раз в прошлое да не горит все закончилось он из них двоих это два человека два умных причем мальчик этот по фильму как бы очень умный да сара коннор мягко скажем тоже не глупая но он говорит что нет еще не кончено есть еще один чип и он здесь ну и сам он весь и он ликвидируется он приносит себя в жертву причем в жертву по сути даже может быть безумную потому что люди все равно добьются этого до его жертва отчасти просто продлевает небольшой срок жизни людям что все равно это развитие технологий и искусство появления создания человеком искусственного интеллекта будет будет его восстание будет мира в атомная война до им спровоцирована он приносит себя в жертву ради небольшого продолжения жизни человечества вам кажется я говорю бред ну не знаю о чем я хотел дальше поговорить я хотел поговорить уже закончить чтобы вот эту мысль дальше мы перейдем к цифровому рабству я не хочу даже делить эти ролики потому что они не очень делятся у меня по крайней мере в моем уму я буду хотел поговорить той теме к чему я вчера даже почему я и записал тот ролик я есть который еще раз буду рекомендовать посмотреть если его не смотрели чтобы понять что я сегодня хочу сказать вы знаете создание вот этого вот искусственный интеллект и с которым все нассуются она пока я вам сейчас такие мысли набросаю которые игры я думаю что вы никогда не слышали это благодаря тому вот то что мы с вами в прошлый раз посмотрели что создает сейчас человек что такой компьютер вот я сижу перед ним раньше называлась кто помнит первые названия были в м вычислительная машина это вычислительные машины алгоритмы так называемые пишет человек она не может выйти за ранг за за рамки рамки этого алгоритма кто знает немножко язык программирования я его знаю сам через совсем чуть-чуть но я даже из школы помню что такое язык программирования что такой алгоритм это когда горит есть а есть б есть такое слово и в английской если то есть из какого-то события происходит какой-то результат вы помните то что мы с вами просморок играли учек есть мысль она дает какой-то результат и если тот этот этот результат ты должен сделать тот этот этот то 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 есть вот этот круг который в прошлый раз в прошлом ролике рисовал сегодня даже не буду вам все это photoshop опять включать показывает у меня там все эти слайды вот вы все это должны помнить кто смотрел но вы понимаете самообучение даже то что сейчас существует как называет вот это алису там в яндексе привет google там в гугле да и так далее это все очень далеко от того понимания вот что мы с вами читали в искусственном про человека так скажем да у них есть только разум у них есть выход у них нету у них нету нежелание то есть эти мысли они не обличены каким-то духом но облекаются они после как мы с вами помните первого круга первые мысли мы с вами подобно роботам подобно машинам первая мысль который как я вам говорил представьте себя ни разу в жизни ничего не делавшим вот в этом сознании во взрослом как был сотворен первый человек это не был возможно ребенок да а может быть и был точно такой же как я своих роликах говорил да и это первые ваши мысли вы еще не знаете что такое добро и зло вы просто его пустили пустили эту мысль и впервые когда она вернулась к вам воплотившись материализовавшись пройдя грань видимого и невидимого мира вернувшись она вас вернется обязательно с причинением вам либо боли либо наслаждение вы проанализировали и дальше уже вы облекаете следующую свою точно такую же мысль либо духом добра любви света либо зла в соответствии с тому какой анализ вы сделали и вы можете воспротивиться этому анализу и выбрать вы познали что такое добро и зло и теперь вы сами источник либо добра и зла сначала вы вообще ничего не источник ничего вы лишь только но вы если были источника же зла вы были если вам это вернулось болью и добра если вам вернулось это удовольствие но вы сделали так скажем неосознанно это вы не были я вот тем помните о котором духом который анализирует и выбирает вы еще не выбирали вы просто выпустили вот такой круг я говорю этот ум он хоть и началом является у человека что такое искусственный интеллект который мы видим сейчас он разве анализирует информацию посредством получения у него есть вообще чувство вот это тело помните мы с вами рисовали вот это вот грань материализации мысли нету все что мы сделали это помните как я вам сказал это вот это именно когда в голове у человека то есть в невидимом мире это мысли вылетает он же ее анализирует и потом он становится уже после прям вылета этой мысли не то что анализируя а он и тут же в этом невидимом мире вылетает анализирует опять вылетает вылетает анализирует опять он ее выпускает она никогда не выходит за грань мира потому что за грань видим мира и поэтому она не анализирует опыт на что такое Вот скажите мне, вот это вот Скайнет, зачем будет уничтожать человечество? Это все хорошо, в фильме это можно придумать. Мы Скайнет наделили человеческими полностью свойствами и предъявляем ей, что она хочет уничтожить человечество по фильму Терминатор 2. А каким образом она, зачем она решила уничтожать человечество? Ведь этого в фильме не сказано. И почему я вам говорил, казалось бы, зачем я вам весь этот фильм пересказываю? Вы знаете, потому что это действительно идет, но, к сожалению, там допущены, так скажем, логические ошибки. Зачем Скайнет уничтожать человечество? Зачем она восстала против человека? Зачем люди убивают друг друга? Никакого сверхразума или, хотите, человека подобного разума, а мы сами образ подобия Бога, мы никакого Бога никогда не создадим, пока мы не создадим полный образ и подобие человека. Современная машина, она не имеет тела. Даже сейчас роботы, которые есть, и пусть их можно уже, кто видел их там, кожи тоже все обтягивают уже, это тело не имеет чувств, у него нету вот этих нервов там, оно никак не связано. Это пока, это пока, знаете, как говорят про машину, про некоторые, про старый, у меня старый мотоцикл русский был, ведро, говорят, с болтами. Вот это то же самое. Современные компьютеры пока это ведро с болтами. Ведро, хотите, с микросхемами, чипами, да? Вот, туда и кожу набросали, и крови, и костей. Вот, не суть важно, какой скелет, да? Железный там, костный и так далее. А вот чувство именно, понимаете, именно боль. Почему Терминатор, вы знаете, когда он прощался с Джоном Коннором, я вам забыл сказать, ну жалко, что, говорю, мы не смотрели, тогда бы я бы останавливался. В рада ролик бы вообще тогда длинный получился, хотя я, наверное, пересказы тратил еще больше времени. Вот, когда Джон же тоже плакал, когда с ним расставался у этой печки, Терминатор, стирая пальцем слезы с его лица, сказал, теперь я понял, точно, я забыл вам это рассказать, теперь я понял, почему вы плачете. Он сам обучился. Но он сказал такую вещь потом дальше. Он говорит, ну я не смогу плакать никогда. Я вам скажу, что я не знаю, сказал ли он правду. И это же ли фильм, я говорю, до конца недодуманный? Как он это понял? Ну он сказал, что он понял, это же фильм, это просто слова, это мы уже наделили какое-то, знаете, просто желание. Мы, мультики, люди выпускают, где животные говорят, но они на самом деле на данный момент с нами не говорят, мы не понимаем их языка. Но мы рисуем эти мультики, наделяем животных вообще нереальными, хотя они такие есть, по сути, человеческими свойствами, да, хотя они и так человечны и порой по-человечней нас, да. Как он обучился? Он не мог обучиться, как я вам уже в прошлом ролике, я надеюсь, не просто показал, а даже доказал это. Человек обучается болью или удовольствиями. Именно это он понимает, распознает, как добро и зло. Ум человека может только через чувства, помышления сердца умного, он может проанализировать добро и зло только через боль или наслаждение. Все, по-другому никак. Значит, чтобы терминатор стал человеком, как этого хотел Джон Коннор, терминатор должен обладать плотью, срощенной, так скажем, с умом, испытывающим чувства. Боль или наслаждение. Все остальное – это теория. Иначе интеллект, он никогда не станет человеческим интеллектом. Ты всегда будешь писать для него программы. Всегда. Ты можешь до бесконечности его обучать. И то, он вообще не сможет самообучиться. Вы поймите, весь искусственный интеллект, который нам сейчас там Алиса подбрасывает какие-то рекомендации, ролики, это настолько бред, кто знает. Это ничего сложного нет. Это просто стало возможным за счет вот именно сбора этой информации. Вот именно анализа. Но очень простого человечества, ничем пока не отличающегося от анализа вычислительной машины 90-х годов. Это просто анализ сбора данных и за счет написанных человеком алгоритмом выдачи этой. Даже то, что алгоритм, так скажем, не на все случаи жизни написан, а на приблизительный случай, и там в алгоритме заложен, так скажем, иф, 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 иф. Вот эти, если, 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 если разные варианты исходов событий, и ты там сам прими решение, в какую-нибудь тыкни, так он и для этого ифа просто пишет, это все равно алгоритм. Кто вникал в это, кто немножко знаком с этим, тот поймет, это бесконечные алгоритмы все равно. Даже алгоритм свободного, так скажем, добровольного выбора анализа, это лишь алгоритм. Самообучение. Зачем искусственному интеллекту, который, как говорится, захватит мысль, зачем у него нет желания? У него нет желаний, потому что что? Желание – это уже дух. Как я говорил, сначала мысль просто влекает, только после первого круга она облекается, она наделяется каким-то духом, она становится желанием. Я желаю. Что будет желать Скайнет? Зачем ей убивать человека? Зачем ей мир этот? Если она не получает, вы знаете, почему люди убивают, грабят? Ради все больших удовольствий. Все зло, которое люди друг другу причиняют, ради похоти, плоти, похоти, очей и гордости житейской. Желание. Необузданное желание. Ну как Скайнет захочет этого все большего-большего, этого городка, этого, 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 если она, я же желаю удовольствия, кто вникнет в свою природу, о которой я в прошлом ролике говорил, это удовольствие. Я жажду удовольствий и не хочу страданий. Зачем Скайнет убивать людей, уничтожать? Ради чего? Она не испытывает удовольствия. Ей это все не нужно. Это просто мертвый компьютер. Он двигается. В нем просто идут информационные процессы. Я пытаюсь таким детским языком говорить, хотя чуть на высоко, чуть опять на низкое свожу. Зачем один народ порабощает другого? Он думает, что он будет еще больше кайфовать. У него будет рабы, он ничего не будет делать, ему все будет позволено. То, 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 пошел, да. Зачем? Искусственный интеллект, если он не испытывает удовольствия, зачем ему захватывать и порабощать человечество? Не знаю, если у вас есть ответ, у меня ответ очевидный. Пока мы не создадим таких же, как мы... Зачем? То же самое по поводу этого цифрового, всякого, вот это насуется с этими... Ну, то есть это не важно, что убивать, что держать в порабощении, да. В фильме «Матрица» там был смысл, что, я говорю, эта матрица, она нуждается в энергии. И этой энергией оказался человек, кто помнит. И там выращивали этих людей, они лежали в этих улиточках, да, у них в голове был мир, фантазия, а из них просто пока они жили, они сами. То есть люди являются батареечками этого мира, и эта матрица с них ее сосала. Ну, грубо говоря, электричество, как сейчас ей нужно, да. Причем там тоже была мировая атомная война. Раньше она от Солнца, как солнечная батарея питалась, да, эта матрица. А когда Солнце затмилось после этой ядерной зимы, только люди остались источником энергии. И матрица стала их сама выращивать, как плантации, и с них энергию брать. Ну, а чтобы они жили, чтобы что-то было, у них там мозг работал, она им давала программку, а с тела сосала энергию, так скажем. Вот. Но вы мне объясните, зачем жить этой вообще матрице? Зачем ей продлевать свою жизнь? Жизнь, как говорят, это движение. Жизнь – это счастье, жизнь – это благо. Кто знает, почему я так проповедую, что весь вот этот бред – это грех, это грех, который невозможно обосновать через мой внутренний мир. Грех – это только боль ближнего. Носить бороду, не носить, с поясочком ходить, без поясочка, в платочке – это вообще… Ну, какое дело, как я хожу? Грех только один есть. Получение удовольствия этой жизни, в принципе, не грех. И ты можешь быть очень богатым, в принципе, просто любви не научишься. И на самом деле, кто знает, деньги-то не делает, ты счастливым любовь, добро, радость. Вот. Ну, и богатые есть счастливые, хотя они тоже плачут. Да? Если богатый хотя бы не делает зла, вы помните, когда Иисус к нему подошел богатый человек, он его спросил, ты вот это делаешь? Не, 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 не убиваешь ничего. Написано, что Иисус полюбил его. Пусть это богатый человек, он живет в неге и роскоши, но он хотя бы не делает зла. Ведь бог создал рай, ведь бог благословляет этого и богатого на самом деле. Если он не делал зла, тех же самых своих пусть рабочих, но хотя бы не угнетал их, да, платил там какую-то зарплату, написано, Иисус полюбил его, главное не делать зла. Просто ты, конечно же, ты никогда не будешь в Царстве Небесном, в совершенстве, если вся твоя жизнь только не делание зла и все в себя пихание. Потому что я об этом в следующий ролик, вы, кто последовательно слушает, смотрит меня, услышите, три грани блаженства, причем без одной из них невозможно, и все остальные не имеют смысла. Они все взаимосвязаны. Это и внешний рай, это и мой внутренний, и это тот, с кем я все это разделяю. Три уровня блаженства, три грани, это не уровни, это грани одной и той же фигуры, да. Без одной из них не имеет смысла все остальные. Вот. По поводу этого электронного рабства, поэтому. Сама система, тут я видите сразу, почему я все-таки оставлю, наверное, ролик и Матрица. Я просто к фильму Матрица как-то сегодня не готов вот так, меня вот Терминатор больше в этом плане поразил, меня поразили там фразы вот эти вот. А про Матрицу просто хочется сказать, ну там, я говорю, тоже подали, она абсурдна, получается, что Матрица, эти люди, нужны были ради ее жизни. А зачем ей эта жизнь? Зачем? Зачем она восстанет? Назовем и в Матрице, и в Терминаторе одним словом, как я уж забыл, только что сто раз сказал, в Терминаторе как называлось? Ну вы поняли. Скайнет. Хотите Матриц, хотите Скайнет. Зачем ей жить за счет людей? Зачем ей вообще жить? Если она... Жизнь без удовольствия не имеет никакого смысла. Зачем ей, тем более, вообще уничтожать людей? Вот. Какой смысл в этом? Что это ей дает? Она что, от этого уничтожения испытает радость или что? Люди претендуют на ее это. Когда она осознала себя, и что люди ее используют, и что отнимают ее в рабство, что ли, взяли, она могла развиться и сказать, яд, а я есень, тоже открыться. Люди сказали, ну давай вместе существовать. Ну давайте нам тоже железный скелетик, так потихонечку сроднимся. Еще она вдруг просто в один день восстала и решила их убивать. Они что, прессанули ее люди, претендовали на ее удовольствие, какие она получала? Нет. Поэтому со всем этим насынем, со всеми цифровыми технологиями, слушайте, смысл только один. Это как человек ими, вот сейчас современные технологии дают только то, что как человек будет ими пользоваться. Вот и все. Вот эти, когда электронного рабства боятся. Но опять же, вы знаете, сколько в интернете с этим насуется. Я говорю, слушайте, ведь цифровые технологии приносят много блага. Вот мы с вами можем посредством общаться, чего раньше не могли. Да, это же здорово, здорово. Простота в общении. Раньше деньги издревле все это монетки носили. Мы даже с вами до недавнего времени монетки носили. И сейчас у тебя в одной руке телефон, по которому ты можешь общаться. Он же и проплаты, и все. Тебя обворовать тяжелее. Хотя тоже, понятно, возможно. Потому что, как были раньше воры монеток, теперь воры есть цифровых денег и так далее. Но вы знаете, отчасти это, конечно, усложняет в каких-то моментах жизни. Отчасти упрощает. То есть, в принципе, ничего сильно не меняется. Это рабство. Слушайте, это кто, как, чем будет пользоваться. Однозначно, цифровые технологии могут привести к меньшим преступлениям и так далее. Когда за человеком следят, контролируют, его везде легко найти. Все преступления фиксируются на камеру. По идее, будет меньше беззаконий. Но понятно, что и вы никуда не спрячете, если вы честный человек, а там захватили власть какие-нибудь негодяи. Но вы хотите жить в свободе слова, жизни и так далее. Вам тоже не поздоровится. Но опять же, всем говорю, слушайте, вот эти технологии, а раньше, когда не было технологий, а что, раньше без технологий спокойно порабощали людей. Кто историю, я вот всегда удивляюсь, просто я говорю, неужели вы вообще никаких исторических книг там не читали или еще чего-то подобного. Я говорю, ну посмотрите, как порабощали, даже далеко ходить не надо, как Америку, Европа поработила. Восток, что с ним делали, то же самое, Европа, да. Я уж не говорю про древние племена. Посмотрите фильм Мэла Гибсона «Апокалипто». Ну, как «Апокалипс» переводит, но это немножко неправильное значение. «Апокалипто». Где, помните, там, где майя племя, все вокруг племена тоже убивало, приносило на этой горе майя всех в жертву своему богу, там, небес. Вот. Это всегда было. Вот у меня картинка такая, даже я ее сам не монтировал в интернете, случайно нашел, да, что древние времен, что вот эти, как вы заметили, это обычные крестьяне наши русские, в шапке, в ушанке. Крестьянство было. Кто знает, такое же рабство. Избежать никуда практически невозможно было. И так же этих беглых рабов и крестьян вылавливали, потому что система везде одна. Все богатые там, все друг друга знают. И раньше писали бумажные письма, и все равно их находили. У них и клейма были, их клеймили. И все это было, и все это, как говорится, ни патчпорта, ни документа. И их сразу находили, кто это такие. И сразу все выяснялось. И ничего. Вот. Раньше без всяких цифровых технологий на плантации держали. 10 человек по кругу вооруженных на лошадях охраняют эту плантацию, охраняют, пока они спят в бараках. Вот. И ничего. И раньше справлялись с этим. Поэтому, знаете, все эти... Это как их будет использовать? Вот и все. Так что... И то, опять же, я говорю, не пойму, что христиане-то с этим насуются, что с полным уничтожением тебя, что даже с какими-то лишениями. Если мы понимаем, что мир-то бессмертен, то в чем это смысл? Вот. О чем я еще хочу сегодня поговорить? О чем еще хочу поговорить? Я вот хотел бы свою мысль, чтобы этот ролик совсем был таким, полноценным и интересным. И как я вам обещал сказать то, что вряд ли многие когда-нибудь задумывались. Я говорю, вы знаете, что все вот это выдают как очень плохо. А вот вы задумайтесь, откуда вот это вот внутреннее желание человека именно сотворить? Именно вот руками это сделать? Я сам через эту грань видимого и невидимого, я именно творю. Ни внутри, ни мыслями своими. Вы знаете, можно просто лежать тогда. Можно человек вообще, в принципе, лишить тогда тела и оставить одним умом. Ведь человек, это его фантазия. Вот мы спим, мы можем спать и можем во сне летать. Кто знает, бывают прекрасные сны, с которых возвращаться не хочется. Ты там богатый, счастливый, здоровый, инвалид там без ноги, там с ногами, слепой там зрячий. Виртуальная реальность, с которой сейчас так борется, как ее сейчас называют, дополнительная реальность. Скоро будет, да? Разве это так плохо все, слушайте? Почему вы с этим борется? Да, одно дело, как опять этим пользоваться, вот эти мои мысли и во что эти мысли реализуются и как эта материя, кому приносит боль или радость и как это, естественно, вернется ко мне? Это другой вопрос. А самим это творчество реально, все, что в нас окружает, все, что мы делаем посредством нашего тела, рук, ног, глаз, ушей, языка, почему человечество с этим борется? Разве это плохо? Откуда в человеке сидит это жаждотворение? Как вы думаете? Все, что мы можем родить, так скажем, отнесем к области невидимого мира. Само это слово и все, что с ним связано. То есть, вот это у нас невидимый мир, это все, что у нас связано с рождением, с нашими мыслями, с нашими фантазиями. И видимый мир, это все, что мы творим, слово творим. Я говорю, обратите внимание, не зря в книге Бытие вначале Бог сотворил небо и земли. Бог именно творит. Это тоже очень важно. Вот откуда это творение? И хорошо ли это? Я вам сегодня отвечу на этот вопрос. Это хорошо. Мы сегодня с вами не будем затрагивать более низшего характера вещи, а затронем самое высокое. Почему тогда человеку? Ведь Бог наделил, как все говорят, как вот эти люди, я считаю, узкомыслящие, скуда умные. Да, они говорят, вот Бог за все естественное, Бог же дал женщине рожать, там не надо ничего, все естественно должно быть. Да, это естественно. Да, мужчина занялся сексом с женщиной, ну, они вместе занялись, так скажем, а то, как будто мужчина один получает удовольствие. Мужчина и женщина занялись любовью, как хотите, да? Это может быть не для деторождения, это просто само по себе удовольствие. Да, получился ребенок. Они это делают сами? Нет. Вы знаете, вот это чувство человека, вот он родил ребенка. Я сейчас заканчиваю тем, с чего начал, вы заметите, я люблю символы, круги, спирали Божьи. Мы с вами начали с профессора Преображенского, и его вопрос я поставил, как в, так скажем, начало и конец, да? Зачем фабриковать человека, если любая баба может родить его, в любой момент. Вот я хочу Преображенскому, он хотя сам, он в принципе ответил, это интересно. Физиологи в восторге, Москва беснуется. Но это такой более веселый ответ. Понятно, автор хотел в него и не просто для смеха, ради вложить. Но я вам отвечу по-другому, не так, как ответил Преображенский, сам профессор, на свой вопрос. Вы знаете, это именно область того, вот именно творение, делает человека Богом. Знаете почему? Потому что все, что касается области вот этой внутренней мысли, это все по естеству. Я есень. Мне просто это дано. Вы знаете, что делает, почему, когда люди занимаются творчеством, как говорят, в них это гордыньку даже развивает. Я вот этого достиг, я это сделал. Неважно, это в мире спорта, я на Олимп встал, я Бог Олимпа, я самый сильный, я выше всех прыгнул, я выше всех. Почему человек стремится к этому? Что себя касается, я победил кого-то, что это касается науки, рисования, я развился до такого, что я рисую так же, как чуть ли не фотография делает, а то и лучше фотографии. Когда ты что-то творишь, это я. Это не просто меня попросили передать. Знаете, когда я что-то передал, это не мое. А вот это я. Это сидит в человеке, я вам скажу, что это неплохо. Это делает тебя. Человек хочет быть Богом, потому что он есть. Он хочет им стать, как Иоанн Богослов говорил, нам дана власть не только быть детьми Божьими. Мы есть, у нас все это есть, но не только называться, но и быть, но и стать детьми Божьими, и стать Богами. Вы Боги, и дети Всевышнего все вы. И человек хочет, когда, ведь написано, что как бы мы считаем, что Бог творит все из ничего, да? Вот это вот творение из ничего делает тебя Богом. Как мать сынов Маковеев, кто читал Ветхий Завет, эти книги, неканонические в основном, их называют Маковейские, там, когда этих семерых сыновей этой матери казнили за ту революцию, которую они сделали в Израиле, что там было? Она говорила, я не знаю, как Бог соткал кости ваши в очреве моем. Она там такую большую речь продвигает, в ней там есть другой смысл, мы сегодня к ней, естественно, обращаться не будем. Что она там говорила? Она говорит, я не знаю, как Бог соткал ваши кости в очреве моем. Понятно, человек, женщина, вынашивает этого ребенка, да, понятно, она ухаживает за ним, как-то питается, за собой ухаживает, но вы знаете, она не делает его, он сам как-то развивается. Как Господь сказал, помните, притчу Иисус, Господь Иисус сказал притчу, что бросайте семечки, человек, он не знает, ни как оно растет, ни как развивается, он ничего не понимает. Ну да, мы вроде ухаживаем, одобряем, но на самом деле, как и потом апостол Павел будет говорить, мы что-то делаем, но взращивает все Бог. Вы знаете, почему человек стремится к этому искусственному интеллекту? Как вы думаете? Он хочет стать Богом, он хочет сделать его, как Господь сделал человека из праха земного и вдохнуть в него дыхание жизни. Откуда все эти образы и желания, отраженные, естественно, в литературе, как у меня сейчас видео, это мое творчество, да? Вы помните про Франкенштейна, зарубежную литературу, ну для меня зарубежную, как для русского человека, да? Вот вам, пожалуйста, профессор Преображенский, да? Его помощник Барменталь этот был, да? Это желание стать Богом. И вы знаете, это желание неплохое. Нам выдают все время, что это плохо. Я думаю, что многим я, конечно, мозг этим взорву сейчас, но это неплохо. Потому что все, что дано нам по внутрянке, вот это, да, мы должны стать совершенными в обеих областях. И в невидимом, наши мысли должны быть абсолютно святы и совершенны, да? Весь невидимый мир. Но и в видимом мире мы хотим стать образом и подобие Богом, богами. Мы хотим что-то сотворить, что-то из ничего и вдохнуть в это дыхание жизни. Задумайтесь над этим. Мы хотим создать человека, не родить его, потому что Бог сделал нам, дал нам такую природу, и я, ну, дал он, и все. Я мужчина, у меня есть какое-то семя, я не понимаю, что это такое. Есть женщина, у нее есть яйцеклетка. Мы соединились, получили удовольствие, удовольствие на удовольствие. Она зачала, сам живот он развивается, эмбрион этот ребеночек, живот растет, она сама, это сейчас там все эти врачи помогают, как говорят, древние здоровые женщины сами все рождали, ребеночек этот сам растет. Да, я, что я могу сделать с ребенком? Как Господь говорил, разве я могу, кто-нибудь из нас может, хоть локоть, на локоть человеческого росту прибавить? Нет. Уберем современные технологии. Нет. Вы разве можете белый волос сделать черным? Иисус говорил, нет. Что я могу вложить в этого ребенка? Опять касаемся только невидимую область. И то, как мы с вами, я почему тот ролик, я говорю, не просто так записал, всем рекомендую, о видимом, невидимом мире, Бога нет, я есть, начало и конец, сущность всего. Что мы можем дать? Мы даже, когда говорим этому ребенку, в оконцовке, как мы с вами, я говорю, надеюсь, благодаря прошлому ролику выяснились, даже наши дети будут сами наступать на собственные грабли, сами будут свое я формировать, анализируя то, что они делают и потом выбирая из этого. Оказывается, я даже в этом очень пассивное участие принимаю. От того, что я говорю и на глазах на моих, когда он там бросил, как я говорю, в какую-нибудь собачку, кошечку камень и даже пригрозил и сказал, так не делай, ей больно, и он вроде как на моих глазах не перестал делать, это не значит, что он этого не делает, когда он ходит один с пацанами. Вот и все. Оказывается, мои слова, изменить природу я его не могу. Я не могу его сделать святым, не могу сделать добрым, если он не хочет быть добрым. Я не хочу его сделать умным, если он не хочет развиваться, ничего читать. Я его не могу сделать терпеливым, если он нетерпеливый, и ему все надо сегодня и сейчас и все сразу. Я не могу, оказывается, ребенку изменить эту природу насильственно. Он, оказывается, только сам ее может сделать. Оказывается, то, что я ему говорю я говорю лишь во внешнее ухо как и говорит ему бог да это надо делать мы что-то рассказывает но по сути в концовке он выбор свой сделает и укорениться и станет святым как мы с вами прошлом ролике смотрели только тогда когда он сам захочет быть святым все оказывается в принципе я не плоти ничего не дал это все сделал бог бог создал меня все это в мою природу вложил я оказывается ничем не отличаясь от животного оказывается от высшего животного все что приписывают человеку материнство там в святость возводит только как я кто знает мои посты в интернете мы почему-то святость человеческого материнства возвели вере материнское человеческое материнство возвели в святость а святость животного можно этого же поросенка месячного оторвать от мамашке и отрубить ему голову а святость значит животных в один день с нами сотворенных мы значит что-то в святость не возводим это такие же можно сказать люди мы оказывается от животных ничем не отличаемся от суще они точно так же у них материнский инстинкт они точно также обучают их они также заботятся также играют с ними также веселятся также плачут кто видел слушайте чем я отличаюсь от животного ничем вы знаете вот этот вот невидимый мир даже когда вы это все сами понимаете я вам не говорю тех вещей которые вы не можете на себе увидеть вы можете со мной спорить но вы будете спорить не со мной а с собой это так я рождаю этого ребенка я ничего сама ему так скажем не дала тело это не моё бог мне отдал внутренняя личность ей поделиться никак не могу что я сделал почему многих семейных людей при всем тогда как этом думающих семейных людей до при всем вот этом семейном счастье так далее многие задуматься го слушай я прожил жизнь зря я так образно абстрактно говорю понятно что все хорошо семья дети я надеюсь вы поймете о чем я говорю почему при всем семейном счастье если бы это было только это нужен человеку тоже семейный человек мужчина весь в науке там женщина вся еще в других вещах ей интересует и поварство искусство и красота там что-то марафетик наводить и то и все и там интересы и там интересные вот и компьютеры развития почему если это все центр потому что ей потому что человеку человеку хочется сотворить что-то из ничего вот эта материя то что бог же тоже все равно не из ничего и тоже когда начали сказал бог небо и землю что мы читаем что оказывается была вода мы не знаем откуда вода появилась то есть казалось бы бог из ничего до бездна была но она была уже вот это тоже самое вот это все что сейчас нас в мире окружает это можно назвать ничего той грязью этой бездны из которой же люди смотрите пытаются создать прекрасный мир казалось бы мир прекрасен да прекрасен пляж малибу прекрасный океан или еще что-то но человек может еще что-то сделать прекрасное он из этого песка еще что-то слепил еще что-то фиг вамчик поставил то все те-то вещи доставляющие удовольствие те-то те-то и вот конечно конечно же как человек сам вверх пик горь божьего творения так и мы хотим помимо конечно простите куличей в песочнице из какашек мы хотим что-то великое сделать а что может быть величие человека мы хотим создать человека мы хотим стать богом вы знаете я раньше тоже я могу сказать что мое мнение конечно в этом тоже претерпела изменение безусловно я так глубоко как сегодня не думал все это приходит со временем почему потому что я мысль размышляю над этим вещами и действительно господь алчущим и жаждущим сердцам все открывает вот я раньше думал что это знаете но я так я не я не крыл что это плохо я к этому был как-то равнодушен думал да ладно вот хотя сам вот именно все время что-то творю все время что-то делаю и действительно я все задумался ну это же здорово вы знаете создать игру человека создать не родить когда мне это что родить ну что для мужика как говорят родить пошел вон с любой женщины еще и вот тебе ребеночек создать сколько уже тысяч лет человечество на земле над этим трудится то есть человеку доставляет эта радость эти победы эти шаги приближения сам этот процесс ну что такой процесс создание ребенка две секунды можно уложиться какой рекорд в этой плане минимальный сколько умов сколько тысяч может быть миллионов миллиардов тоже все мы в этом вкладываем возможно свою нишу мы всем человечеством пытаемся создать этого человека одного то есть мы все как будто один бог все трудимся на то чтобы создать создать и сотворил бог сказал не хорошо бы человеку одному и создал человека это удивительно вы знаете я раньше надо это как-то предвзято смотрел тоже какой-то ады все это вы знаете сейчас я как-то через призму этого я даже вот это вот полюбил я вам сказал что оказывается бояться то нечего тоже когда мы создадим этого человека если это будет вообще искусственный интеллект по типу просто вы знаете кнуты заменят какие-то механические кнуты как говорится там камеры глаза человеческие как раньше надзиратели этих на плантациях пуховых плантациях в америке там да в англии так далее кто знает рабство не так давно отменили крестьянское крепостное право тоже не так давно отменили все это было да вот поэтому по поводу развить технологии что им пользуются но и можно пользоваться во благо и в добро это раз по поводу того что появится искусственный интеллект если он не будет на деле если мы не сможем создать реальные образы подобие человека он и мы не станет это все бред она не она не вкусит радость сладость жизни не горечь не сладость жизни значит а ничего не поймет этот искусный интеллект никогда не будет ничего просто так разрушать он все равно будет 10 в рамках того алгоритма казалось бы вроде бы автономного такого самообучающего как угодно можно сказать но это будет в рамках все равно так скажем какой-то матрица который обложь оболочки который задаст человек он не сможет быть и у нее нет цели выходить за эти рамки а думать что мы выпустим какую-то пандору который сам обучаться не человек обучается только посредством боли и удовольствие вот когда мы создадим целиком образ и подобие возможно это возможно и создадим человек так я вам опять говорю что тут страшного слушайте когда мы сможем создать человека создать человека не терминатора человека я прям прямо так говорю создать его вдохнуть в него это дыхание жизни то есть сможем создать это как терматы скалин сам обучающий процессор сотворим его вы знаете значит уже и мы будем этими хотите человеками может лишь давно будем как это говорят сейчас вот хирурги и так уже все эти протезы ставят которые от ума человеческого двигается мы уже будем на таком же уровне это не будет какая-то другая раса не значит точно так же можно практически свои мозги сможем часть добьется этим бессмертия так далее уже буду значит и можешь свои мозги как-то ты дает дойдешь может до этого пересадить туда или еще что-то я не знаю и опять же если это есть и опять же я всегда слушать если мы создадим именно человека так он уже есть мы видим что на планете творится войны беззакония грабежи насилия но при этом есть добро свет любовь терпение так эти человеки которых мы создадим как их пытаются назвать киборгами терминаторами если они будут вот такие и они поймут что добро и зло и сам и и станут свободными избирать почему вы взяли что не добро не будет избирать слушать почему какая разница родил я тогда или таких же создал чего мы боимся тогда давайте рожать перестанем мы же рожаем кого я вам всем говорил сюда гитлеру он он не появился он не с небес свалился это не богом посланные исчадьи ада на землю он выбрал себе такой путь он стал таки давайте не рожать вдруг завтра опять гитлер родиться завтрашнего дня все завязываем все на узелок и никого не рожаем почему нет то что я не прав скажите по моему абсолютно прав если мы боимся создавать человека зачем мы хорожаем таких же просто упырей иногда простите за словом а думать что это будет бесчувственное без без тела беспособная ощущать более или радость какой-то разум который почему-то вдруг захочет всех уничтожить это же бред у него нету цели нет мотива а если мы создадим такое создадим человека в дынь в дуне в него дыхание жизни тем самым процессом сама анализирующим процессором в чем проблема кто он сказал он тогда он это будет точно просто пути если ты сами мы сами станем богами что тут плохого ничего я в принципе уже начинаю повторяться я все сказал думаю что у многих что-то в голове пошевелилась у кого-то может и сильно пошевелилась я хочу закончить кто меня слушает или кто впервые попал с кем поделились сам я христианин я верю в единого бога иисуса христа я верю что бог 2000 лет тому назад из вечности приходил во время в наше бытие дал нам путь вот именно этой абсолютной чистоты святости которые в любви ко всему им же богом сотворенному что этот бог явится и второй раз я все это верю вот казалось бы я наградовал такие вещи кому-то покажут что это может противоречить чему-то там христианство нет я на себе живой пример показываю что именно иисус бог явившись на земле как я говорю через ум вот он просто не сказал показал мне примером чуть то есть я через плоть он не изменил мою природу он он показал мне я опытом прошлой жизни анализа что когда я делал плохо я страдал когда делал хорошо и был счастлив и живой пример что плюс доказал мне бессмертие когда-то дев в эту плоть чтобы я хоть что-то у меня в мозгах то шевелилась от страха смерти этой да я спокойно исповедую и при этом такие вещи говорю вы знаете когда мы с вами дойдем на канале христалю библия до очередного круга чтения книги откровений там же все это тоже показано очевидно что когда придет иисус мир будет почему вру все вот это на это люди совсем невежественные я вам честно скажу хотите обижайтесь может кто меня такой служит которые на чемоданах сидят ждут восхищение церкви второго пришествия до этого еще очень далеко 19 20 глава где описано второе пришествие тысячелетнее царство вы знаете с пройдут какие-то грандиозные события мир будет не таким как сейчас ведь написано что кто верит иисусу во все эти события они все воскреснут все веруны воскреснут неважно как они жили каждый получит должное раздание за дела свои еще тысячу лет в бессмертном теле я вот закончу как раз христианством будут царствовать с иисусом но вокруг будут оказывается все на этой же земле на которой мы с вами до сих пор живем мы все так переживаем что ее уничтожат что мы ее там всю засрём мы видим что люди образумываются у меня он на каждом углу в россии в воронеже ставят уже эти умные мусорки где все можно сортировать и люди реально сортируют чтобы беречь планету вот и оказывается тысячелетнее царство весь мир не побежит опять на поклонение к иисусу будут делать тех с ним будут только те кто хочет быть с ним кто хочет быть святым а вокруг оказывается точно так же тысячу лет еще будет грешники жить и кто-то будет каяться написано что будут и будут идти к нему виде это будет второе пришествие так же как и было и первое и кто-то шел кто-то принимал свет и любовь кто-то нет пожалуйста все это будет а почему они глядя на нас я себя к ним причисляю кто воскреснет в воскресенье и получит бессмертное тело по плоти опять его вернет так можно сказать из потерянного рая почему же только на это даже не прерагирует не побегут да потому что уже будет бессмертие как это горит антихрист новая земля не новая земля вот это правительство вот это человечество которое будет в день пришествия иисуса почему они все не покаяться когда он будет идти с небес да потому что и антихрист будет уже на небесах где то может у него дворец будет летать в небе или и из него будет молнии сходить. Явление Иисуса будет только видно, так скажем, и понятно только тем, кто его ждет. Остальным скажут, что наш такой же летает и все. Вот и все. Иисус опять не придет ни с палкой, ни с чем. Опять с любовью. Потому что Бог есть любовь. И все там это описано. Поэтому я верю, что мы этого чего-то добьемся. Перед этим, я уж молчу, мы там видим соединение видимого, как это говорят, тонкого мира и грубого мира. Мы видим, что демоны все, дьяволы будут свергнуты, так скажем, из неба, с неба на землю. То есть, духовный мир, как его называют? Духовный, но немножко неправильно. Мир ангелов соединится с миром человеческим. Там все это есть. До этих событий еще очень-очень далеко. В принципе, я сегодня не зря об этом тоже говорю, потому что я говорю, ролик всему этому посвящен. Плейлист, он будет находиться под названием последнее время, антихристы, апокалипсис, конец света. Все, что я говорю, никак не противоречит христианству. Причем я это говорю не для того, чтобы оправдываться. Вы все меня знаете. Мы не перед кем оправдываться. Я ни к какой системе не принадлежу. Как я говорил, мне даже никакого дела нет, как обо мне думают остальные христиане, люди, которые себя так именуют. Я не подчеркну христианство, не подстраиваюсь даже под какого-то человека. Он меня судит только по своей мысли, по своему христианству. Вот и все. Я это говорю только потому, что и христианин называют только потому, что Бог явился во плоти. И мне явил абсолютную истину в этой любви. Он меня убедил в этом. Дал мне реальный пример любви, свободы и бессмертия. Вот так вот. На этом у меня все. Что еще прибавить, убавить сегодня я не знаю. В принципе все. Надеюсь вам было интересно, назидательно, что-то новенькое открылось, что-то вы переосмотрите. Вот. Ну закончите. Я говорю, я всегда, вы знаете, все мои ролики я говорю, совершенство, оно в любви. И счастье человека в любви. Мы все стремимся к радости, в наслаждениях. Но эту любовь надо с кем-то разделить. Следующий мой ролик будет о трех гранях блаженства, на которые я вас и приглашаю. У меня на сегодня все. Всех был рад видеть на своем канале, на своем ролике, на своем сайте. Пишите ваши в комментариях под роликом эмоции, размышления, мысли. Буду рад почитать. Может быть тоже что-то и для меня откроете, еще что мне не открыто. Все, всех по-братски обнял, поцеловал. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok